Если лицо отказалось от совершения преступления, но приготовление к этому преступлению содержит иной состав преступления, подлежит ли это лицо уголовной ответственности в этом случае? Согласно части 3 статьи 31 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Если лицо отказалось от совершения преступления, но приготовление к этому преступлению содержит иной состав преступления, подлежит ли это лицо уголовной ответственности в этом случае? Согласно части 3 статьи 31 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления.